И сегодня покажу вам улицу Бориса Ельцина. Местность, в которой мы сейчас находимся, когда-то была даже не окраина Екатеринбурга, а местом за крепостными стенами. Увидеть, как выглядела улица когда-то, и наша экскурсия, она будет своеобразной, потому что мы будем смотреть сразу на три улицы. На улицу Фетисовскую, какой она была на рубеже 19-20 веков, это полностью исчезнувшая улица. На улицу 9 января 1930-х годов, и от нее тоже почти ничего не осталось, кроме воспоминаний жителей. И на современную улицу Бориса Ельцина. И вот по рассказам старожилов, где-то на этом месте, где пролегала улица Столовая, под нынешним стилобатом, жила семья Плотника Десятого. Для жителей этого района была очень важна связь с рекой. Река была местом, которое поставляло воду. И очень долгое время здесь располагалась водозаборная станция, а вода поступала в киоск, который находился на перекрестке. Собственно, в некоторую плату люди могли брать воду для своего дома. А чтобы полоскать белье, они должны были выйти к реке. Там были устроены мостки, и нечто вроде вот такого места где-то мог полоскать белье. Жил не в этом районе, но которому однажды местные мальчишки продали немецкий автомат, украденный с станции, очень охраняемой станции, когда стекалась разрушенная немецкая бронетехника. И он был так арестован, мальчишки смогли убедить милицию, что это не они продали этот автомат. То есть было много таких, такой уличной жизни, которая сегодня, наверное, исчезла совсем, да, уличные торговцы, какие-то вот такие постоянные истории о том, что происходит, история о происшествиях. Вот какой была эта улица. Покажем такие фотографии, не знаю, надеюсь, что идем. Как раз улицу 9 января от перекрестка с улицы Боевых Дружин. Мы, по сути дела, сейчас идем по тротуару, но когда-то здесь располагались жилые дома. Центром вот такой площади оказывается фонтан Шарф, открытый к одному из юбилеев города. Клады на этой улице находили. Так, Зермышкина, жительница другого конца улицы, мы прямо еще пройдем мимо ее дома, вспоминала, что когда ее родители поселились в этом доме, несмотря на то, что они были успешными врачами, роясь в огороде, они все время надеялись отыскать сокровие. Но потом, в 70-е где-то года, они переехали в квартиру, дом продали, и новые жильцы нашли в огороде банку с серебряными монетами. 19-20 веков, вот примерно здесь, на перекрестке с Большой съезжей улицей, потом она была переименована в улицу Антона Валика, и в этой части города она почти исчезла, потому что частично была застроена, как бы поперек, располагался дом и магазин купцов Злоказовых. По соседству располагался дом врача Эммана. Дом не принадлежал самому Эмману, я уже упоминала, что часто владельцы были одни, а жильцы арендовали помещения или целые дома. Этот дом прославился тем, что здесь располагалась подпольная типография большевиков, а затем такой склад нелегальной литературы, как раз в годы реакции, последовавшей за Первой русской революцией, и тем самым дом стал очень важен, такой памяти о первых революционных годах на Урале. Здесь когда-то располагался подпольный горком, в будущем вырос самый большой обком. Отель открылся также к саммиту ШОС и был вторым пятизвездочным отелем в Екатеринбурге и вторым отелем сети Хаят в России. Хотя также в 2008 году было принято постановление о создании таких президентских центров. Около 2010 года конгресс-холл бизнес-центра Демидов, вот то здание, которое мы видим по проекту архитектора Олейникова, было приобретено президентским фондом Бориса Ельцина для того, чтобы разместить здесь Ельцин-центр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова